Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня мы поговорим о истории Анатолия Москвина. В ноябре 2011 года его история прогремела на всю страну. Сотрудники полиции обнаружили в квартире 26 кукол, которые оказались телами мертвых девочек. В течение 10 лет Москвин выкапывал их на кладбищах разных районов области, а потом высушивал с помощью специального раствора из соли и соды. В день его задержания возле дома работало много журналистов. Нас не пускали внутрь, но мы видели, как из квартиры выносят кукол, рассказала нижегородская журналистка. Они выглядели словно тряпочные, обшитые тканью. Пишут, что в квартире не было запаха, но это не так. Даже по улице пошел какой-то смрад. Как будто ты поднимаешься на чердак, а там стоит старый сундук, запах сырости с гнилой примесью. Что-то такое. По ее словам, одна из понятых, которая находилась в заполненной куклами комнате, упала в обморок, и у нее открылось носовое кровотечение. После того, как женщина пришла в себя, у нее началась истерика. Пришлось приложить немало усилий, чтобы успокоить ее и продолжить работу. Впрочем, нервы сдавали и у самих следователей. Во время допроса они постоянно выходили, потому что не могли спокойно слушать откровения Москвина. По словам источника в правоохранительных органах, если бы не мумии квартира, в которой жил Москвин и его родители, выглядела бы совершенно обычно. Советский интерьер, множество книг, фарфоровые куклы на шкафах. Мертвых кукол Москвин держал в своей комнате, почти всех. Одетые в платье мумии сидели на диване. Некоторые имитировали чаепитие. Для них на столике был поставлен детский игрушечный сервиз. Внутрь мумии был вмонтирован механизм от музыкальных игрушек или шкатулок. При прикосновении они говорили что-то вроде «Папа, я люблю тебя» или пили песенку «Мишка очень любит мед». Когда их начали выносить из тел, слышалась музыка. Это было очень жутко. В некоторых телах следователи обнаруживали личные вещи погибших. Внутри одной из них был зашит кусок могильной плиты с ее именем. В другой больничной бирка с датой и причиной ее смерти. Разложившиеся тела Москвин дорабатывал. Набивал тряпками, обшивал капроновыми колготками, пришивал головы плюшевых игрушек. Он вставлял пуговицы на местах глаз или игрушечные, чтобы те могли смотреть с ним мультфильмы. На допросах некрополист заявлял, что любил своих девочек и заботился о них, как о живых. «Вы избавлялись от тел, а я их подбирал», – говорил Москвин. У каждой из его девочек было свое имя и своя история. Среди них были и нелюбимые дети, которых он держал в гараже. На допросе Москвин рассказал, что выкапывал кукол от одиночества. Он был холост и мечтал о детях. Усыновить ребенка ему не позволили органы опеки из-за мизерной зарплаты университетского преподавателя. В мае 2003 года я поругался с родителями, потому что они не давали мне благословения на то, чтобы удочерить девочку из детского дома. Тогда я сказал матери, что буду заниматься черной магией и входить в контакт с духами детей, мумифицировать их тела и хранить дома. Мать ответила, чтобы занимался чем хотел. Я очень расстроился и пошел гулять по кладбищу Красная Этна, чтобы успокоиться. В тот же день я обнаружил неприметную могилу девочки. Решил ее раскопать. 9 мая 2003 года вечером пришел на могилу, разрыв до гроба. Я выдолбил отверстие в крышке гроба у изголовья и через него вытащил то, что осталось в гробу. Оно было в очень плохом состоянии, покрыто личинками местных мух и сильно разложено. Девочка была одета в белую блузку, черную юбку, белые колготки и туфли. У нее были длинные волосы. Тогда я решил впервые попробовать его мумифицировать. Перенес тело в отдаленный угол кладбища и закопал ее в заброшенную могилу какой-то бабушки. Чтобы правильно мумифицировать тело, нужна сода и соль в различных пропорциях. Их смесь Москвин называл вакциной. В магазине купил эти вещества, на помойке нашел старые капроновые чулки и сделал из них мешочки. Насыпал в них соду солью, стал привязывать кастанком. Эти мешочки я менял раз в неделю. Влажные мешочки сушил тут же на кладбище. Людям, которые обращали на меня внимание, говорил, что кормлю птиц. 25 июля 2003 года я обернул тело разной одеждой и в рюкзаке перенес его к себе домой. Постепенно в его доме появились и другие куклы. Почти все они находились в его комнате. И лишь одну из них, Машу, он поселил в комнате родителей. Те и представить не могли, что несколько месяцев жили в одном помещении с телом. Думали, что сын делает кукол из подручных материалов, а на своеобразный запах не обращали внимания. Трудно сказать, что чувствовал Москвин после того, как его тайная жизнь стала достоянием общественности. Но жизнь его престарелых родителей превратилась в сущий ад. Они стали городскими изгоями. С ними перестали общаться соседи, неизвестные пытались сбить окна в их квартире и писали оскорбления на стенах дома. Его родители наглухо закрылись от журналистов. Единственной, кому удалось пообщаться с ними, оказалась московская активистка и медсестра психиатрической клиники. Женщина посетила Москвиных в августе 2013 года и разместила об этом пост в своих соцсетях. По ее словам, родители оказались интеллигентными пенсионерами, бывшими инженерами, оба 1938 года рождения. Дальше девушка писала, «Мама Эльвира Александровна прижалась к стенке, когда мы вошли. Она привыкла, что приходят с обысками, забирают книги и вещи. Мы были первые за эти два года, кто пришел к ним не с целью мародерства и унижения. Как-то позвонили с передачи «Пусть говорят». Хотели пригласить их, но мама отказалась. Сказала, «Я не выдержу еще раз такого позора и издевательств». Пожилые супруги рассказали о преследовании сына. В 2010 году Москвин написал статью, где говорилось о том, что во время татаро-монгольского нашествия татары издевались над русскими женщинами. За это татарские краеведы обвинили журналистов в экстремизме, и им заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. На обыске к Москвину приехали 8 полицейских. Тогда-то и обнаружили кукол. В отношении него было возбуждено уголовное дело надругательство над телами погибших и местами их захоронения. После суда и обысков, угроз и унижений отец перенес инфаркт, у матери начался сахарный диабет. Их год таскали последствием. Следователь забрал компьютер Анатолия, судья сказала матери. Он на почве больших знаний сошел с ума. Родители Москвина хотели продать квартиру, но покупателей на жилье с такой историей не нашлось. В итоге они просто пригласили в дом священника, и тот, осветив его, сказал, «Все проблемы от того, что вы в церковь не ходите». С тех пор они вместе ходят в церковь и продолжают регулярно навещать сына в стационаре, приносить ему домашнюю еду. Из-за сильных препаратов он очень медленно двигается, плохо говорит, теряет зрение. Не может писать, изо рта течет слюна. Большую часть суток спит. Остается почти безучастный к разговору. Немного улыбается, только когда мама начинает рассказывать про кота Барсика. Журналисты рассказали, что переговорили со знакомыми родителей одной из тех девочек. Анатолий выкопал маленькую Вику, но та, видимо, не подошла для кукол, и он отнес ее обратно. Для матери, отмечают журналистка, было невыносимо два раза переживать похороны дочери. Родители рассказали трагические подробности жизни их сына. Со слов матери, Москвина над ним отличником, тихим ребенком, тратившим все свободное время на изучение языков, постоянно издевались в школе. А в третьем классе мальчик стал объектом надругательства. Проблемы с психикой у Москвина начались, когда ему было 13 лет, после того, как он прошел обряд венчания с покойницей. Эту историю краевед впоследствии описал в своем дневнике, а несколько лет спустя ее опубликовала его коллега, нижегородская журналистка. 4 марта 79 года наша школа занималась сбором макулатуры, вспоминал Москвин. Мы ходили по подъездам, звонили во все двери и просили старые бумаги. Около одного из подъездов стояла крышка гроба. Накануне нам уже сказали, что в соседней школе погибла девочка. Наташа Петрова принимала ванну, а когда мокрая стала вылезать из воды, задела оголенный провод и мгновенно скончалась от разряда. Ей было всего 11. Выйдя из подъезда с макулатурой, мы попали прямо на вынос гроба. Видимо, мать Наташа была членом какой-то секты. Начать с того, что на похоронах не было никого из одноклассников, зато пришло несколько десятков женщин и мужчин в черных одеждах. Все они держали горящие свечки и что-то поцеловало в лоб. Она подвела меня к гробу и, пообещав немного конфет, апельсинов и денег, велела целовать покойницу. Я залился слезами, умолял отпустить, но сектантки настаивали. Все снова запели молитвы на непонятном мне языке, а кто-то взрослый силой пригнул мою голову к восковому лбу девочки в кружевном чепчике. Мне не оставалось ничего другого, как поцеловать, куда приказано. Так я сделал раз, другой и третий. Мне велели повторять длинное заклинание на старорусском языке. Когда заговор закончился, мне велели взять свечку и покапать воском на грудь Наташиного синего с красной оторочкой платьица. Затем мне подали два стертых медных кольца. Велели одно насадить невесте на палец, другое надели на палец мне. Ближе к концу учебного года Наташа начала сниться мне чуть ли не каждую ночь, распевая нескладные песенки. Дальше моя бездыханная невеста потребовала от меня во сне, чтобы я начал изучать магию и обещала научить меня всему. Требовалось лишь мое согласие. Я, естественно, был против. Летом я уехал в деревню и ночные посещения прекратились. Но они возобновились в первую же ночь, когда я вернулся в город. Наташа являлась ко мне как бы в дымке. Вскоре я начал чувствовать ее близость по специфическому холодку. У меня начались галлюцинации. По ночам я стал бредить. Врач, к которому обратились за помощью мои родители, объяснил это явление гормональной ломкой. Повзрослев, Москвин стал преподавать в университете филологию иностранные языки. Он был настоящим полиглотом, знал 13 языков. Но в какой-то момент у мужчины произошел конфликт с коллегами и те настояли на его уходе. После этого Москвин стал зарабатывать репетиторством на дому, писать краеведческие статьи в местные газеты и заниматься некрополистикой. На своих двух Анатолий исколесил всю Нижегородскую область, ночевал в гробах, нажарепил воду из луж. В интервью Москвин рассказал, что интересовался кладбищем из детства, с того самого венчания. За два года он осмотрел 752 кладбища, проходя по 30 километров в день. Через несколько лет после этого, в 2012 году Москвин давал уже другое интервью. Находясь в клетке в зале суда, он пообщался с журналистами, которые сумели пробраться к нему со своими вопросами. Всех интересовало, каким образом краевед мог оставаться незамеченным, 10 лет выкапывая тела детей, для чего превращал их в мумии, почему хранил в своей квартире. По словам Москвина, он с самого начала знал, что совершает преступление, но ему было жалко детей. Он хотел их воскрешать. «Я просто хотел, чтобы для будущего клонирования был какой-то материал», — объяснял подсудимый. «Соответственно, чтобы они еще жили по второму разу, поскольку мне было их очень жалко». Некрополист рассказывал, что хранил в тайне свои темные дела на протяжении 10 лет и был уверен, что никто из родственников погибших никогда о них не узнает. По словам Москвина, даже его родители не знали, из чего сделаны многочисленные куклы в их доме. «Я очень хотел ребенка. Да, мне очень хотелось, чтобы была своя дочь, чтобы передать ей все знания, что у меня есть. У меня большая библиотека. Очень хотелось. Первое время мне не давали удочерить родители, они думали, что я не справлюсь. Потом, видя насколько я этого хочу, родители мне разрешили. Но там возникли проблемы с органами опеки и попечительства, поскольку сказали, что у меня маленькая зарплата. А я действительно никогда не стремился за деньгами. Я всегда стремился, чтобы была польза, чтобы было интересно. Я очень страдал, когда забирали кота». По словам некрополиста, вначале он выкапывал тела тех детей, с которыми у него был контакт. Они якобы приходили к нему во сне. Но затем стал выкапывать вообще всех подряд. Подсудимый отмечал, что выкопав 26 тел, он зашел в тупик и не знал, что делать дальше. Никаких новых данных в его исследованиях не появлялось. Дело в том, что он очень страдал от одиночества, особенно в летний период времени, когда родителей не было и когда они забирали кота. В мае 2012 года состоялся суд. Москвин был признан невменяемым. Суд освободил его от уголовной ответственности, назначив принудительное психиатрическое лечение. Сторона обвинения была удовлетворена решением и отказалась обжаловать приговор. Москвин был направлен в психиатрическую больницу на полгода. Однако каждые полгода суд продлевает срок еще на полгода. Летом 2015 года Москвин был отправлен на повторную психиатрическую экспертизу и 30 июля принудительное лечение было продлено. Руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области назвал дело Москвина исключительным и не имеющим аналогов современной криминалистики случаем. Коллеги отзывались о подсудимом как о добром, гениальном и пунктуальном специалисте-исследователе. Странности относили к причудам интеллигентов. Кстати, у Анатолия есть невеста. 22-летняя девушка, являющаяся выпускницей филологического факультета, положила глаз на Анатолия еще в 2012 году и с не пропускала ни одного судебного заседания с его участием. В 2021 году они собирались пожениться, но им было отказано из-за недееспособности Москвина. Последнее упоминание об Анатолии 25 декабря 2021 года. В этот день суд продлил срок пребывания преступника в лечебнице еще на год. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Спасибо за внимание и до новых встреч!